Здравствуйте! Сегодня я напомню вам о том, как в нашем городе отражена память о выдающемся русском композиторе Сергею Васильевичу Рахманинову. Впервые гений русской музыки оказывается в Петербурге в 1882 году. Его зачисляют на младшее отделение Петербургской консерватории. Через три года Рахманинов покидает ее стены и перебирается в Москву, где и продолжает свое образование. Обратите внимание на то, что его успешная карьера едва не закончилась 15 марта 1897 года в Петербурге. Из-за неудачной премьеры первой симфонии рецензии были разгромными. Сергей Васильевич впадает в депрессию и целых четыре года ничего не сочиняет. Он возвращается к музыке благодаря помощи врача Николая Даля, которому посвящает свой второй фортепианный концерт. Позже Рахманинов приезжал в Петербург исключительно как дирижер и пианист. Именно на берегах Невы состоялся последний концерт Сергея Васильевича в России. 21 февраля 1917 года Рахманинов дает фортепианный вечер в зале Тенишевского училища на Маховой улице. А еще через год он навсегда покидает родину, перебравшись сначала в Европу, а затем в Америку. Память о выдающемся русском композиторе хранит нынче в нашем городе сквер имени Рахманинова. Он находится на пересечении Лермонтовского проспекта и набережной реки Фонтанки. Композитор жил неподалеку от этого места несколько лет. Имя Рахманинова носит и детская школа искусств номер 6. Она находится на улице Короленко в центральном районе. Есть отменный способ прикоснуться к биографии Рахманинова. Он заключается в том, чтобы постоянно слушать его сочинения. В ней, например, больше всего по душе его второй и третий фортепианный концерт, а также гениальные симфонические танцы. А еще можно прочесть повесть Юрия Нагибина «Ветка сирени» или биографию композитора. А на сегодня у меня для вас нет больше никаких рекомендаций, кроме одной. Откладывайте в сторону ваши гаджеты, берите в руки книги, чтобы лучше понимать не только то, что происходит вокруг и сейчас, но и то, что было когда-то в прошлом. Как говаривал Станислав Ежелец, дисциплина в искусстве требует свободы. До новых встреч!